Благодарность Господу, что мы можем еще собраться вместе и видеть друг друга лица, слышать Слово, назидаться, участие, песнопение и прославлять Господа. Я бы хотел читать из Евангелия от Марка одну историю, которая проходила в городе Капертауми. В этой истории был задействован Иисус Христос, были люди, были книжники. И эта история достаточно продолжительная. Она начинается с того, что Иисус Христос говорил Слово в одном доме в городе Капертауми и заканчивается тем, что люди изумлялись и прославляли Бога и говорили, что мы не видели никогда такие чудеса. Это вторая глава Евангелия от Марка с 1 по 12 стих. Через несколько дней опять пришел он в Капертаум, и слышно стало, что он в доме. В тот час собрались многие так, что уже и у дверей не было место, и он говорил им Слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюстом раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили в постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме единого Бога? И Иисус, тот час узнав духом своим, что он так помышляет в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Что легче, сказать ли расслабленному, «Прощаются тебе грехи» или сказать, «Встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он, тот час встал и, взяв постель, вышел пред всеми. Так что все изумились и прославляя Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Вот такая вот история была при жизни Иисуса Христа в одном городе, Капернауме, в одном доме. И хотел бы, чтобы мы сконцентрировали свое внимание на вере этих друзей, на вере этих четырех человек, которые принесли своего друга, расслабленного, к ногам Иисуса Христа. Они настолько были, настолько у них была вера, что они преодолели определенные препятствия на своем пути для того, чтобы своего друга расслабленного опустить к ногам Иисуса Христа. У нас прекрасный текст висит сзади, на нем написано «Надейся на Господа и не полагайся на разум свой». Вот эти вот друзья, они знали Иисуса Христа, и они так надеялись на Господа, что даже на свой разум не полагались. Они совершили такие действия, что в каком-то доме, в городе, они узнали, что там Иисус Христос. Из-за того, что там было много людей, Иисуса Христа всегда окружало большое количество людей. И они не могли пройти к Иисусу Христу, чтобы принести своего друга, и получил он исцеление. И они надеялись на Господа всем сердцем своим, и не полагались на разум свой. Они прокопали, скрыли кровлю, прокопали ее, и в чужом доме, это дела веры, и они опустили этого расслабленного к ногам Иисуса Христа. Иисус Христос, видя веру этих людей, этих друзей, Он говорит расслабленному. Написано, «Чадо, прощаются от тебя грехи твои». Чадо, это по-другому ребенок, можно сказать так, он обращается так ласково к этому расслабленному. Да, у него, может быть, была у расслабленного вера, но то, что сделали друзья его, они, не то, что они там верили, что их вера вот так вот прям, как они думали, что для них будет спасение, так и для него будет. Нет, их вера выражалась в том, что надо было пройти вот этот этап и этот путь, чтобы прийти к дому, к этому разобрать крышу, спустить к ногам Иисуса Христа, своего друга. И Иисус Христос говорит, «Чадо, прощаются от тебя грехи твои». Христос знал состояние, вообще это, может быть, иллюстрирует образ того, что человек, когда находится в грехе, он парализованный, душа его парализована, и он не может двигаться, и он нуждается в тех людях, которые могут его принести, может быть, не так прям реально, как они его принесли, но, может, в молитвах, чтобы молитва веры была, и принести таких людей к ногам Иисуса Христа. У нас очень хорошая практика в церкви, это вот молитва по пятницам, ночные молитвы, молитвы, и я бывал там достаточно, наверное, раза четыре-пять, может быть. И очень интересно, когда дают списки из нашей церкви, это, может, из молодежи, может быть, чьи-то родственники. И вот эта группа братьев и сестер, она собирается, и молитва, и вера, как вот эти вот друзья, они приносят расслабленных, парализованных, может быть, души приносят к ногам Иисуса Христа. И приятно видеть, когда Бог отвечает на молитвы. И вера таких вот братьев и сестер, она действительно делает большую работу нашей церкви. Мне еще что понравилось, что Иисус начал говорить слово. Он учил народ, Он проповедовал. Там были разные люди, были книжники, которые, мы как прочитали, они в сердце своем помышляли, что Он богохульствует. И через эти обстоятельства Бог, Иисус Христос, Он показывает, что Он имеет власть от Бога прощать грехи. Они до этого, может быть, они все понимали, они читали, они знали Писание. Это книжники, которые не раз прочитывали Слово Божие и читали другую какую-то литературу духовную. И они были достаточно религиозными людьми, они знали это все. И когда они услышали, что Он так говорит, «Чадо, прощаются тебе грехи твои», то для них это было, ну, почему ты так говоришь? Неужели это же богохульство? И через эти обстоятельства Бог, через Своем Сыне Иисусе Христе, Он показывает, что я могу прощать грехи. То есть я, Сын Бога, я пришел на эту землю для того, чтобы послужить, для того, чтобы такие вот больные имели прощение грехов и исцеление. И хочу, чтобы мы сейчас помолились, как написано в заключении этой всей истории, так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, ничего такого мы не видели. Хочу, чтобы мы в молитвах тоже прославили Господа, и чтобы наша вера, она была такая же, как у этих друзей расслабленного. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Аминь.